приветствую ребята сегодня у меня праздник но в первую очередь я хотел отметить то что у нас уже 70 человек подписчиков на моем канале спасибо большое вы меня смотрите значит поддерживаете и мне это очень приятно значит я делаю это дело не зря и для вас сегодня я организую такой коротенький обзор но как получится в общем как вы уже смотрели раньше мне пришла посылка от подписчиков максим отдельное спасибо за арарат это рад они 2005 года разлива а если быть точным 3 марта 2005 года не завиду вам или нет но думаю поверьте на слово и арарат который я уже распробовал заранее это современный 18 года разлива ну кажется чтобы долго не тянуть обращу внимание то что акцизка что мне больше всего нравится наклеена именно вот здесь сбоку на пробке здесь же акцизка наклеена на бутылке не знаю как вам но мне это не нравится я считаю что это предпрощает от подделки но это мое мнение можешь конечно не придерживаться здесь закупорена была обычной термоусадкой который легко сорвать легко соответственно и наклеить здесь же используется фольга и ярлычок ну не будем долго растягивать видео откроем одну бутылку 07 я оставил себе в коллекцию если как говорят ребята кто и пробовал он действительно хорош это я узнаю сейчас вместе с вами я раньше его не пробовал поэтому предстоит нам это все выяснить сейчас дал упаковали конечно хорошо это мне нравится тоже старая циска сразу обращаем внимание пробки разные она даже кажется из-за этого меньше вот это а то что здесь вот эта шляпа а здесь обычная пробка попробуем открыть ухты да прикипела обычная закручивающаяся пробка ничего особо вычурного нет открыл уже такой аромат тут пошел и пока он нас будет стоять говорится созревать открывать раскрываться точнее мы обратим внимание на детали данного напитка точнее на бутылку вот кстати вот сейчас вот я налил его бокал еще до того как этот новый попробовал аромат уже я чувствую уже совсем другой нежели этого он сразу он сразу извиняюсь он сразу передает все богатство его пока на первый нос посмотрим что он получится ух ну конечно конечно он другой они вообще разные кому-то знаете кому-то не раздит вообще в разных на разных заводах я не понимаю что говоря что случилось с производителем не хочу не конечно наговаривать я думаю что у них сменилась технология но изначально сейчас как раз наверно можете обратить увидеть дату разлива примечательно то что на этой бутылке осталось из старой вот старая табличка табличка этикетка арарат но горы там солнышко и ну видно что и голубенькие горы здесь она тоже осталась на новый но что самое интересное здесь на новый разместили какую-то жар птицу с куполом не скупом а с какой-то короной которая сидит на 6 или на троне и подписали 1887 год не знаю как давно они стали изображать на бутылках именно этот символ но на старый как мы обратим внимание здесь такого нет здесь указан символ именно тот который указан внизу маленький цветной кружок тут написано арарат горы изображены ну и тоже под солнцем и украшены это узором также этикетка претерпела изменения она стала она была более проще но тем не менее хочу обратить ваше внимание что это город арарат как я почитал из истории это столица армении было раньше но я не знаю честно говоря насколько это правда здесь какое-то животное но я полагаю это тигр потому что лев он более величественный он идет в эту сторону и он большой здесь на этой этикетке его развернули в другую сторону не знаю почему но это не означает конечно ничего но тем не менее изменение на лицо также узор здесь узор более широкий более сложный тогда как на этой бутылке узор более простой и здесь выступ сделан внизу как ножка как бы как бокала ножка здесь же он более простой но она здесь стала толще также здесь внизу написано у нас по-английски не знаю прочтете вы нет кто знает что это означает полагаю что бутылка это именно призна напрямую в армении разлито там но я думаю что это тоже самое но она явно другая также здесь наверху просто арарат без всяких лишних надписей здесь она более цветастая более такая яркая как бы броская может маркетинговый ход здесь у нас пробка ну как говорят это просто стружка пробка как любит говорить как любит эту фразу мой друг характерный легкий чпок сзади информация более богатая много описано но самое главное то что импортер тот же самый что и на старый бутылки здесь информации практически никакой нет но самое еще интересное здесь 42 градуса крепости тогда как здесь перешло на коммерческую это здесь 40 но это тоже не суть но для кого-то конечно это сыграет большую роль как говорится простота хуже воровства на данном случае простой напиток и в будущих обзорах у нас будет коньяк который тоже простой бутылки французский это забегая наперед мы проверим насколько он качественный если простая бутылка и если более вычурная это мы все увидим также тут сказано что богатый вкус и аромат именно вот у нового я не знаю кто пробовал его может это стандартная про них информация апельсин нотки ванили миндаль говорят что вкус длительный интенсивный насчет тенсивности я сразу вам говорю я здесь его не различая данный момент именно то что старого разлива он забивает полностью вот этот новый тут приходится прям очень близко подносить нос бокалу чтобы определить хоть что-то что в нем есть здесь же он такая прям лаковость какая-то дает и досочки такие минут лаковые свежий лак как бы такой не знаю хорошо это или нет но он мне больше нравится здесь прям бросается того здесь же новом какая-то водянистая знаете как будто взяли хороший рад изначально перед разливом разбавили его водой хотя не знаю зачем это сделали но в одни место здесь она ощущается спиртовности нет здесь мне кажется спиртовность более сильнее выражена и здесь сухофрукты первую очередь бросают сухофрукты и больше ничего только сухофрукты и вода разбавленная коньяком или коньяк разбавленной водой не знаю честно говоря как сказать здесь же более богатый тут я чувствую вот именно миндаль этот чувствую еще что-то но я не могу описать и силу того что я не профессионал и еще только в начале пути познания настоящих напитков хороших но здесь спиртовность конечно в нос бьет не знаю прошел ли пять минут но мы начать попробуем старого разлива сухофрукты дерево возможно это краз дуб который говорят что он выдержан собственной бандаре и соответственно многолетних вековых кавказских дубах он так написано до собственная бандарня у них мастерами завода и до языкового в кавказского дуба я думаю что если бы основатели рарата братья василий и нрсс то и реанс попробовать бы вот это хотя я уверен что они пробовали этот они бы сильно были разочарованы не хочу конечно гнать именно на рарат может быть именно этот напиток не соответствует тому качеству который был тогда и сейчас режим много видов но данном случае сталкивая лбами именно одинакового возраста бутылки коньячный дистиллят они не созревают то есть и как он был 13 лет назад шестилетний так он сейчас шестилетний но по аромату они абсолютно разные это совсем другой напиток по цвету если мы обратим внимание чуть-чуть может быть он светлее чуть-чуть новый а это потемнее но особо незаметно и на вида вам будет ножки какие но здесь мне казани более тягучие зависит ли это того что из бокала пили уже или нет здесь ножек я практически не вижу а здесь они видны и они очень тонкие но пришло время попробовать новый наверно мало я поставил дам постоять но тем не менее здесь хотите ощутить вы сразу ощутите аромат и вкусы этого напитка вода на этот набиток мне явно нравится больше не обжигает обволакивает рот орешки вот именно именно миндаль я не знаю честно говоря именно этот орех этот или нет ваниль сухофрукты я просто не знаю как описать еще здесь такой богатый букет что у меня просто нет слов сухофрукты ярко выражаются послевкусие именно долгое она идет медленно как вот в бокале эти ножки идут также медленно он идет по гортани желудок мне это нравится когда он еще он уже давно выпьет как бы но до сих пор я чувствую его во рту сухофрукты и ваниль я его ощущаю и также он до сих пор идет у меня таким же ощущением не обжигая ничего никаких очень нет никакого отращения жаль рад это вам камень ваш огород жаль что вы отошли от этого производства да они абсолютно разные не знаю почему но они разные я не знаю получится ли у вас найти данный напиток в ваших городах где вы живете уважаемые ребята но современные я больше покупать не буду 990 рублей не обошелся вот этот по акции я увидел до 1800 стоимость за этот рад данный рад мне достался именно 0 5 за 1200 с небольшим он стоит этих денег абсолютно стоит ребята я рекомендую если получится найти взять хотя бы в коллекцию но это того стоит спасибо всем за внимание будут будущих видео мы увидим более интересные напитки но на этом мы не остановимся всем счастливо